Уважаемые коллеги, об участии делегации луганских студентов в международном образовательном форуме СЛС, проходившем в Астрахани, нам сегодня рассказывает студент Далевского университета Никита Сорока, также студент Далевского университета Юлия Ладюк и студентка Луганской академии внутренних дел имени Газа Дезоренко и Александра Маругина. Никита, прошу вас. С 24 по 28 сентября в Астраханской области прошел международный молодежно-образовательный форум СЕЛИАС, в котором нам, студентам луганских вузов, посчастливилось принять участие. Благодаря программе проведения интеграционных мероприятий Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. СЕЛИАС – это масштабный образовательный проект, который ежегодно собирает молодежный актив лидеров молодежных и общественных организаций, представителей молодежи Южного федерального округа и федеральных округов Российской Федерации, прикаспийских государств и дружественных иностранных государств. В 2018 году форум подготовил для будущих участников три основных тематических смены, в которых было шесть поднаправлений. Смены были бизнес, гражданское общество и медиа. В частности, мы, студенты Луганской Народной Республики, принимали участие в сменах бизнес и медиа. В смене бизнес были поднаправления старт и полное погружение, гражданское общество были поднаправления волонтеры и молодежная политика, медиа были поднаправления традиционные средства массовой информации и международная журналистика. Организаторы форума Селия ставили перед собой такую непростую задачу – собрать в одном месте, в одно время самую прогрессивную молодежь и передать ей реально практический опыт и научить применимым именно в жизни вещам. Создать, пусть ненадолго на время форума, мощную движущую силу молодежного сообщества. То самое сообщество, которое не только бы подражилось между собой, но, выйдя за пределы форума в день отъезда, смогла бы подняться на свой личный новый уровень развития и влиять на жизнь как своего вуза, так и своего предприятия, района, города и страны в целом, делая их лучше, прогрессивнее, успешнее. На мой взгляд, у организаторов форума эта задача свершилась. Участников форума разместили в детском оздоровительном центре имени Пушкина, что находится неподалеку от Астрахани. Приезжих из других регионов и стран прямо с вокзала встречал специально подготовленный транспорт. Уставшие мы после длительного пути, занявшего больше суток, с первого момента были очень приятно удивлены. Четко и слаженные работы команды организаторов и волонтеров. Нас приняли, заселили, накормили, провели с нами регистрацию, рассказали о расписании. После прохождения регистрации каждому участнику выдавали комплект материалов с символикой форума. Это ручка, два блокнота, свитшот, бумажный пакет и бейдж. На форуме все было подготовлено с максимальной точностью. Уже после открытия форума было известно, что на Селиас приезжали ребята из большого количества регионов. Это были представители как Российской Федерации, так и Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Белоруссия и делегаций из ЛНР и ДНР. Очень порадовала атмосфера дружелюбия, гостеприимства, взаимной поддержки на форуме. Все участники, организаторы и волонтеры были очень приветливы, отзывчивы. С каждым можно было легко познакомиться, непринужденно пообщаться и обменяться контактами. С каждого направления, у каждого направления, это бизнес, гражданское общество и медиа, был свой куратор. Это человек, который помогал участникам своего направления. По каждому направлению мастер-классы проводили настоящие эксперты своего дела. И из каждого семинара мы, в частности, вынесли для себя массу полезных и важных тезисов и заключений. Также мы завели некоторые важные связи с представителями Российской Федерации, которые смогут помочь в реализации совместных проектов с ЛНР. Это, к примеру, Ольга Мельченкова. Это представитель организации «Волонтеры Победа». Мы с ней беседовали, она готова сотрудничать, помогать всячески, поддерживать начинание волонтеров в нашей республике, чтобы больше приучать нашу молодежь к истории и помогать ветеранам. Также это Дмитрий Беспалов. Это представитель компании «Экоцентр». Он рассказывал нам, проводил мастер-класс о монетизации отходов производства. Его фирма занимается сортировкой и переработкой мусора. Он в курсе ситуации на Донбассе. Он готов помогать заключить договор. В Ростовской области сейчас строится мусороперерабатывающий завод. То есть, возможно, наладить переработку отходов. ПЭТ-отходов. Да, ПЭТ-отходов – это полиэтилен, в частности, бутылки. То есть, наша задача, в принципе, организовать сортировку мусора в городах и призывать людей к чистоте, призывать людей к порядку, сортировать отходы. И это можно действительно создать такое направление, как переработку отходов. Также это были такие люди, как Найля Никитина. Она готова консультационно помогать молодым предпринимателям. Это уполномоченные по защите прав предпринимателей при губернаторе Астраханской области. То есть, если кто-то из, возможно, наших соотечественников решит в Российской Федерации и открывать какое-то свое дело, ИП или ООО, она готова действительно помогать с открытием таких форм работы. Также для нас проводили очень увлекательные мастер-классы. Перепелецкий Михаил – это основатель компании OneTrack, член Генерального совета Московского регионального отделения деловой России. Это Кацманова Мария – специалист по поиску и подбору персонала. Путилина Екатерина – управление финансами. Алексей Глызин – работа с командой «Мотивация». То есть, было очень много практических моментов ребятам именно по бизнесу. Вот, в частности, мы с Юлей принимали участие в направлении бизнеса. Вот эти все люди выступали у нас на смене. Кроме того, мы посетили встречу с губернатором Астраханской области. Он рассказал о перспективах и проблемах региона. Из его речи мы смогли сделать определенные выводы, подчеркнуть для себя важные моменты. Позитивная черта политики губернатора была большая поддержка молодежи. Благодаря чему в области очень хорошо развивались образование, экономика, развлекательная сфера. Было много молодежных движений и обществ, а также существовал в целом позитивный общественный настрой. Форум также порадовал участников обширной развлекательной программой. Студенты в свободное время могли заниматься различным спортом. На территории пансионата имени Пушкина, где расселили участников, располагались футбольная, баскетбольная, волейбольная площадки. Были велосипеды, велодорожки, небольшой тренажерный комплекс на открытом воздухе, теннисные столы. Различные увлекательные конкурсы проводили организаторы среди участников. Для участников из других регионов и соседних стран была организована экскурсия по Астрахани. Даже это было две экскурсии в один день и в следующий. Сначала экскурсию провели для участников из других стран, потом экскурсию провели для участников из других регионов России. Пять дней на форуме пролетели для нас на самом деле как один. Насыщенная программа и постоянно интересные события не давали просто заскучать, ну и толком выспаться тоже не давали. О форуме у нас остались самые положительные воспоминания. И, наверное, хочется выразить еще раз огромную благодарность всем, кто и причастен к созданию этого форума. И в первую очередь выразить благодарность администрации и республике в целом, и города Луганска, в общем, за то, что мы с студентами смогли посетить такой замечательный форум. Ну, я могу только добавить и присоединиться к пожеланиям, сказать большое спасибо не только городу Луганска и нашему правительству, но и организаторам форума «Селиас», потому что «Селиас» длится на протяжении 11 лет. И это первый международный, именно международный форум, куда приглашали людей не только с регионов, но и с других стран, так же, как и нас, участников Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Мы познакомились, мы до сих пор со всеми общаемся, у нас остались связи, мы добавили друг друга, как бы не банально, в соцсетях, мы поддерживаем дружеские отношения. Есть люди, которые хотят приехать к нам, посмотреть наш город, это именно люди из Казахстана. Пообещали, что приедут в следующем году, так что нам надо навести порядок, привести город в чистоту. Понятно. Саша, что ты говоришь? В состав делегации Луганской народной республики вошли студенты Луганской академии внутренних дел, Луганского национального университета Тараса Шевченко, Луганского национального университета Даля и также конкурсанты проекта «Медиагвардия». Форум включал в себя несколько направлений, и лично я приняла участие в медианаправлении. В направлении медиа за время проведения форума мы смогли встретиться с Денисом Токарским, это секретарь Федерального союза журналистов Александром Васильевым, главным редактором телеканала «Астрахань-24», Дмитрием Щербановым, продюсером фильма «Танки», Маргаритой Лянги, президентом гильдии межэтнической журналистики, Ольгой Омельченковой, главой общественного движения «Волонтеры Победы», Александром Жилкиным, губернатором Астраханской области, а также провели видеомост с Юрием Аистовым, лидером российско-японского клуба «Дарума». Помимо полученных новых знаний и нового опыта в сфере СМИ, которые мы будем применять в ВУЗах, а также и для развития нашей молодой республики, мы также смогли познакомиться с гражданами других государств и смогли привлечь их внимание к нашему молодому государству. Хочется отметить, что данная поездка состоялась в рамках интеграционных мероприятий, и мы хотим выразить благодарность Министерству образования ЛНР за возможность поучаствовать в форуме и получить новый опыт, и также обрести новые знакомства. Коллеги, вопросы? Ребята, ну все замечательно. Вы рассказывали, с кем там контактов завязали, с кем познакомились. Дальше ваши конкретные шаги в рамках этих контактов. По переработке мусора, по взаимодействию с логерами и так далее. Ну вот лично по переработке мусора, это с Дмитрием Беспаловым, я общалась тет на тет. Я объяснила ему ситуацию, узнала, как он организовал, у него эта организация на протяжении 7 лет уже, как он ее распространял, как он призывал людей все-таки сортировать обычные отходы, хотя бы от пэт-бутылок, выбрасывать их отдельно. Ну, как он объяснил, это у него все через, сначала через друзей и также соцсети. Это какой-то сайт, это основание та же группа ВКонтакте, добавлял, агитировал людей. Понятно, что это все строилось у него не сразу. Чем он может нам помочь? Это единственное, что все-таки, как бы, подписать договор с Ростовской областью. Но, как он сказал, завод начали строить. Но когда его достроят, через год или через полтора, это, как бы, неизвестно. Ну, только вот так с договором. А как я же говорю, поставить бутылки, а как наших людей призывать все-таки, выбрасывать? Я без понятия. Тоже создать какую-нибудь организацию, делать больше рекламы. У нас есть реклама в городе, ее очень много патриотической. Но та реклама, которая призывает людей хотя бы к порядку, ее нет. На том же телевидении у нас одна патриотическая реклама. Я ничего против патриотической рекламы не имею. Ну, те же бигборды хотя бы беречь свой город. Вот, не знаю, в школах или в садиках сделать какие-нибудь, отвезти часы по поводу экологии. О том, что надо любить, беречь, не выбрасывать мусор, не сорить. Приучать детей к порядку. Ну, то есть пока с конкретными действиями вы, я так понимаю, не определились в этом направлении. Вот какая-то конкретная договоренность хоть одна была с кем-то достигнута? У нас есть, да, я не озвучил немножко, у нас была конкретная договоренность. Вот в нашем направлении бизнес было по итогам смены. Мы подписали пятистороннее соглашение, но это как бы больше не глобальное, а вот такое частное сотрудничество. То есть было пять человек, у которых есть действующие бизнесы. Вот, это были два представителя города Астрахань, один представитель города Волгограда и один представитель из Казахстана, город Атырау. И я, вот, мы впятером подписали пятистороннее соглашение о сотрудничестве, об обмене опытом, о технической поддержке. Вот, то есть мы заключили договор такой. И это было пятистороннее соглашение, и потом еще были подписаны три соглашения, конкретно по взаимодействию предприниматель-предприниматель. Вот, я подписал с Евгением из города Астрахани соглашение, тоже из той же серии. В общем, он готов поддерживать, ну, у меня была такая мысль расширять свою деятельность на территорию Российской Федерации. Вот, он готов поддерживать это со своей стороны, то есть помогать в расширении бизнеса на территорию России. Вот, мы с ним подписали вот такое соглашение. А вы занимаетесь как-то предпринимательством? Да, у меня, у меня и у моей мамы детский развивающий центр, три филиала в городе, это центр семья. Вот, центр развития детей. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста.